Здравствуйте, дорогие друзья. Провели исследование Института лингвистических технологий университета Корнеги-Милона. И оказывается, что кандидаты в президенты США общаются на школьном уровне. По своему интеллектуальному уровню. Да, каждому была дана оценка своя. Ну, конечно, прошлись сразу мощно по Дональду Трампу и сказали, что он общается на уровне седьмого класса средней школы. Берни Сандерс дали ему десятиклассника. Обаме девятиклассника. Ну, важно нам вообще, на каком уровне? Нет, нам не важно, потому что, во-первых, они обязаны говорить на таком уровне. Они же выступают перед массами. Я не думаю, что это такие глупые люди, что мы можем говорить о них, что они говорят на уровне интеллекта седьмого или десятого класса. Мы говорим с вами о лидерах. А вот интересно, вот эти еврейские лидеры, легендарные лидеры. Можно было бы их как-то под шкалу? Какие еврейские лидеры? Ну, какие там Моисей, Моше, Авраам. Ну, а что они, ты думаешь, говорили не на уровне народа? Вот это я хотел спросить. Да несомненно. Как это? Когда Авраам объяснял вавилонянам, ребята, давайте отсюда удерем. Нам надо объединяться, нам надо выходить из этого кризиса и так далее. Вся тура, вся эта методика, она рассчитана на то, чтобы постепенно подтягивать человека до уровня Творца. Ты представляешь, с какого уровня начинать и до какого уровня поднимать. То есть я хочу сказать, что с точки зрения, допустим, ученых Вавилона, Авраам мог показаться наивным и примитивным. Правильно это или нет? Ученых, знаете, науки только начали развиваться. Он сам вообще-то был из них. Так что, конечно, по сравнению с тем, чем они занимались, развивали общество, политику, культуру, науку и так далее. И вдруг он начал говорить им о том, что необходимо объединяться, что в объединении между собой, как маленькие хорошие дети, мы найдем там смысл жизни. Он в том, чтобы мы объединились, поднялись бы над своей природой. Они ему говорят, слушай, дорогой ты мой, мы же все-таки профессора, мы ученые, мы политики, мы банкиры, мы руководители огромных предприятий и всего прочего. Мы хозяины этого мира. Что ты нам объясняешь? Ты хочешь этих людей, которые, смотри, к чему они стремятся, смотри, как мы их оболванили, чего они хотят? Ничего. Главное, хлеба и зрелищ, то, что было во все времена, так же и сегодня. Что тебе надо? Скажи мне, тебе надо деньги, тебе надо немножко уважения, мы тебе дадим, и помолчи. Вот и все. Это очень интересно, мы мостик так построили, тихо, неожиданно. Что может им Авраам сказать? Он говорит, не могу я менять мою идеологию, смысл жизни, великую-великую цель, величие творца на ваши эти прибанки. Они говорят, какой творец, какая идеология, все это деньги ведь. Хочешь, мы тебе дадим, что ты хочешь, но только народ не тревожь. Понимаешь? Вот в чем дело. А ты начинаешь готовить его к каким-то революциям, ну, не физическим, так и духовным. Вот этого не надо делать. Ты нас послушай, и тебе будет хорошо. А мы тебе памятник сделаем, все, что захочешь. А Авраам не согласился. Он говорит, ну, если нет, тогда мы тебе, тогда придется нам тебя выгнать. Вот. И начали против него кампанию в сестрах массовой информации, где только угодно. Ну, Авраам решил, что ему оставаться среди них. Не дадут. Надо как-то отделяться. И где-то в стороне организовывать свое государство, свой народ, свои учреждения учебные и все прочее. Ну, что они ему могут сказать? Ну, иди. И пошел. И он пошел. Вот, конечно, если бы он остался в Вавилоне, то мы бы сегодня бы читали как о том, о частном таком историческом событии. Что был такой вот, который там решил обучать людей каким-то таким особым решением в условиях кризиса. Ну, его благополучно там... Устранили. Устранили, да. А так, поскольку он ушел, то он там начал кочевать земля Кнан, Неги, в Синай, Египет, снова обратно туда. Конечно, ничего хорошего со стороны вроде бы с ним и с его этими учениками не происходило с точки зрения вавилонян. Ну, они как-то так вот до сегодняшнего дня дожили. А сегодня уже начинается снова между ними особые взаимоотношения. Ну, надо будет решить, что делать. Надеюсь, что уже не устранят. Ну, устранят, не устранят. Время не то. И мы пришли к состоянию, когда надо действительно все решать. Когда, в общем-то, идеологически тут очень трудно возражать. Потому что, если в то время в Вавилонской было много возможностей для решения этой проблемы, то сегодня возможности практически нет. Потому что эгоизм во всех своих проявлениях, от Вавилона и до нашего времени, он себя в итоге просто привел к банкротству. К полнейшему. Но только лишь дело в том, что... Это путь Вавилона такой, да? Да, это путь Вавилона. Но проблема в том, что пока на сегодняшний день, поскольку он влавствует и окружил себя такими системами поддержки, что все в нашем мире построено на нем в самом таком изощренном виде, источает такие благовония, что очень трудно от этого всего отказаться. И поэтому еще много времени понадобится для того, чтобы и окрепла система Авраама, развилась и убедила весь остальной мир на земном уровне в том, что она дает решение проблемы. И сама группа Авраама, она должна все-таки сплотиться, соединиться по его методике настолько, чтобы быть проводником высшей силы, о которой он их обучал. Которой он их обучал. Чтобы действительно эта высшая сила смогла подействовать на саму его группу и на все остальное человечество через него. Ну, это все сегодня необходимо решать. Зависит все, конечно, от этой группы. Но это необходима стойкость, необходимо терпение, четкость цели и непрерывное, непрерывное к ней движение.